Привет друзья! Вот в дополнение к моим ракообразным у меня появился вот такой вот рак-отшельник синеногий и не один. Вот здесь сидит еще один рак-отшельник. Вот он пытается выбрать из своей раковины. Ну и наверное вы заметили уже что у меня появились вот такие вот настоящие морские рыбки клоуны целярисы. Вот еще один рак ползает отшельник и вон там за ним сидит собачка бекалор. Несмотря на режим самоизоляции у меня появились вот такие вот морские рыбки. Мне их привез мой сенсей, мой учитель Виталий. Я им аккуратно подливаю воды из своего аквариума понемножку. Вновь мне пригодился аквариум-отсадничек для передержки рыб. Так сейчас выглядит мой морской аквариум. Ко мне здесь уже довольно много и мне привезли еще ко мне сейчас их буду размещать в этом аквариуме. Тут уже плавают пару малинезий. Стекла в этом аквариуме взросли конкретно буквально за два дня. Вот сейчас хорошо видно обрастание на стеклах. Низ стекла чуть посветлее. Вот выше такая муть. Сейчас почищу стекла аквариума размещу камни и после этого помещу туда рыбок. И потом мы посмотрим что там получилось. Кстати вот если вы видите вот здесь на дне лежит гриб один из кораллов. Он отвалился от камня, когда его перемещал. И я его несколько дней не мог найти. Он самостоятельно выбрался из песка. И я не представляю как его можно переставить этот коралл перенести на камень. Потому что как только я его трогаю он сразу сжимается в маленький-маленький комочек. Найти его совершенно невозможно в этом песке, в этих водорослях. Но все-таки попробую его куда-нибудь переставить на камни. Вот теперь аквариум более-менее напоминает риф. Появились настоящие морские рыбки. Рыбки-клоуны. Добавилось камней и образовался какой-то скейп. Уже появились первые кораллы. Симулярия. Всех трех раков я разместил вот в этой части. Они уже разбежались по аквариуму. Сейчас я вижу только одного из них. Вон там что-то ищет себе в камнях. Вот он в ракушке. В раковине. И ползает по камню что-то там ищет. Клоуны обследуют аквариум, обследуют риф. Знакомятся с обстановкой. Сейчас я аквариум накрыл москитной сеткой. Накрыл так как мог немножко. Потому что совсем недавно я потерял самую свою красивую малинезию. Сейчас в малинезии здесь осталось только две. Совметься самка. А самая красивая малинезия белая с высоким плавником у меня пропала. Я ее просто сейчас не вижу в аквариуме. Искал на полу, но совершенно не представляю куда она могла выпрыгнуть. Так и не нашел малинезию. Из заказанных рыб мне привезли практически почти всех рыб. Но мне приехала самая ожидаемая рыбка. Это спинарок. Который борется с этими абтазиями. Там в пещерке сейчас сидит крупная абтазия. И ждет когда придет спинарок и съест ее. Вот спинарок мне очень необходим. Рыбка похожа на рыбулист. Но к сожалению с этой партией рыб она не пришла мне. По свежим камням забегал гомарус. Вся эта живность, мелочь осваивает свежие камни. Свежие камни сейчас более белые. Они совсем недолго пробовали в морском аквариуме. И лишь слегка успели обрасти. А вот этот камень из самбо приехал также с кораллами. Те камни которые у меня уже долго пролежали в аквариуме успели изрядно обрасти. С момента запуска аквариума прошло больше двух месяцев. Оброс песчаник какими-то бодрости. Оброс вот этот коралловый камень. Причем на этом коралловом камне уже вырос новый небольшой грибок. Новый коралл. Вот сейчас мы его видим слева от большого гриба. Он повернут к нам лицом. Развернут всей пластиной. То есть аквариум начинает потихоньку жить своей жизнью. Что-то в нем здесь появляется, что-то нарастает. Потихоньку растут водоросли в этом аквариуме. И еще я в нем заметил что-то похожее на икру. Вот здесь на стекле аквариума. Я думаю что там икра от ракушек. Ракушки дикари. Улитки дикари. Похоже отложили здесь свою икру. Так же как это делают катушки в пресноводном аквариуме. Теперь потихоньку этот риф будем заселять кораллами. Будем заселять рыбами. И прежде всего мне нужна здесь рыба спинарок для борьбы с абтазиями. И хотелось бы сюда поместить актинию для этих рыб-клоунов. Уже определил место для актинии. Это будет где-то вот здесь вот внизу. Здесь очень хорошее движение воды. И одновременно есть небольшая тень. Есть укрытие для актинии. Я думаю здесь ей понравится. Определены уже места для некоторых других кораллов. Но теперь ждем поступления финансов. По мере поступления финансов будем развивать этот риф. По мере того как этот аквариум будет дополняться различной живностью. Различными кораллами и прочее прочее прочее. Наблюдать за ним будет все интереснее и интереснее. Но уже сейчас аквариум довольно интересен. Жирности в нем гораздо больше чем в пресноводном аквариуме. Итак товарищи с появлением рыбы в этом аквариуме можно считать что запуск аквариума состоялся. И с этого момента можно отсчитывать запуск этого аквариума на время существования этого морского аквариума. Я надеюсь добавление камней в этот аквариум большого количества камней поможет наладить здесь биологию. И теперь здесь есть самые различные представители морской фауны. Это и кораллы. Несколько штук и рыбки и ракообразная и различная мелкая живность. Риф начинает жить своей жизнью. Собачка обследует, тщательно обследует риф в поисках подходящего убежища. Интересная рыбка с голубыми глазами. Как она интересно задом забирается в пещерку, в норку. И ее темную мордочку почти не видно на темном фоне коралла. Интересная рыбка. Паркуется задом. И высовывает свою любопытную мордочку из норки. Теперь у меня есть пресноводный риф и есть морской риф. Пресноводный риф так же интересен как и морской. Но живности в нем гораздо меньше. Вот так выглядит пресноводный риф. И вот так выглядит морской риф. И в обоих рифах есть клоуны. Здесь в пресноводном это боция клоун. Парочка. А в слоноводном аквариуме Ацелиарис клоун. Вот такие вот клоуны, друзья, появились у меня. На этом все. Всем пока. До новых встреч.